Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Что, ребята, всем привет! Сегодня 7 сентября, финальный день нашего путешествия. Ровно два месяца мы путешествовали по Крыму с палаткой. Сезон называется «Бомжи в Крыму». Это крайний выпуск нашего приключения с Крыма. Все видосы смотрите в этом плейлисте. И вот здесь подсказка, также в описании все есть. Мы едем домой, едем в Подольск. Буду показывать вам дорогу, все платники, как обстоят дела в обратном пути. Ну а вы, как всегда, с нами. Погнали! Ребята, не поверите, куда мы приехали. Короче, мы сейчас заезжаем во второй гостевой дом, мини-отельчик. Елены Владленовны. Как-то в выпуске я рассказывал, что у нее не один, у нее два. В этом мы останавливались в прошлом году. Именно так мы познакомились. Вот ориентир, вот заборчик. Смотрите, номер сразу можете себе зафиксировать. Мы в другом, в одном из отельчиков. Елены Владлены. Здесь такой прикольненький, дельный, комфортный участок. Здесь вот растет грецкий орех, но он будет чуть позже. Есть инжир, который мы уже полопали. Можно просто сорвать, найти более спелый. Но этот нет. Вот этот, например. Да, можно? Нет, его тоже не можно. Там, в глубине, наверное, надо его искать. И скушать. Оп, вот так вот. Вкусно, какое вкусное. Здесь есть миндальное дерево. Смотрите, вот оно. Мы ее разбивали немножко. Смотрите, шелуха. Надо ее собрать будет. Вот. И детки разбивают. Скорлуху в миндалинке. Митя? Я покажу. Давай, показывай. Вот так вот. Вот она. Вот, вот она миндалинка. Мы начистили. Но я вам вот что хочу сказать. Что вот эта миндалинка, она прям молочная. Такая вкусная. Что, не ели, когда? Здесь много винограда. Тоже подошел. Так. Я закинул. И хорошо. Видите, вот много-много-много. Так вот. В общем, мы сейчас здесь, как знаете, как на даче. Все так по-домашнему. Уютно. Неотельно. Боже. Как на даче. Только у тебя здесь вот, за заборчиком метров. На метров 200. Может быть, 300. Нет, 200. И море. Классно. Поехали с вами дальше. Так, ребята, едем мы сейчас по Керчи. Сейчас сделаем небольшую остановку. Настика хочет купить тарелку. Сувенирную. Сувенирную. Это случайно. И сделал на холодильнике. И я что-то решила, что надо тарелочки покупать. Так, построил я, ребята, маршрут. Ехать 1600 километров 21 час. Он нас ведет. Вот он нас ведет почему-то не через Краснодар. А я думаю, что нужно ехать через Краснодар. Ну-ка, сейчас построим через... Ну, чуть... Как-то, короче, он криво так ведет. Вот, 20 часов 1550, чтобы нам в Краснодаре сразу выскочить на платник и поехать. Вот так и поедем, короче. Так, это мы едем по так называемой набережной в Керчи. Да, вот здесь мы были. Да, мы тут были, Родион. Да, мы тут были, Родион. Да, поедите, что там. Сейчас мы поворачиваем направо в сторону Феодосии. Это нужно сделать крюк для того, чтобы попасть на Керченский мост. Вот видите? Вот так вот. Делаем крюк, потому что отсюда нигде больше не попадешь. Что так вот? В общем, ладно, поворачиваем. Вот смотрите, тут указатели. Судак, 145, Евпатория, 270, Ялта, Феодосия, Симферополь. Короче, нашего нету, но нам ехать надо именно так, чтобы попасть на Тавриду. И, соответственно, Таврида, она переходит в Крымский мост. Жаль, что прямо с Керчи не сделали развязку. Ну, возможно, здесь вот видите, да, получается, мы делаем вот такой крюк. Вот если мы вот здесь вот сделали выезд, то мы бы сразу по прямой, как с набережной. С набережной вот так попали сюда, и сейчас получается, ну, вот так вот надо ехать. Ну, ладно. Я, кстати, решил здесь не заправляться, у меня сейчас мало бензина. Решил дотянуть до материка. Здесь вот в Тамане. Вот, есть заправка Роснефть. Туда заеду, сразу залью полный бак. Заодно посмотрю, как там с ценами. Сейчас сравним вместе с вами. Здесь ценники, вы видели, почти 52 рубля на бензин, 95-й. Сейчас посмотрим, как на нашем материке. Так, выехали мы за Керчью. Вот она, впереди развязка. Вот как раз вывеска Анапа-Новороссийск. Вот там на Анапу и Новороссийск. И вот она начинается Таврида. Вот под нами прям Таврида. Направо, это, соответственно, в сторону Севастополя. А налево в сторону Анапы. Так, ну что, ребята, вот мы на Тавриде. Вот у нас первая вывеска Анапа, 118. Новороссийск, 157. И до Крымского моста нам осталось километров 5, наверное. Здесь можно ехать 90. Ну, соответственно, плюс 20, как официальное превышение разрешено. Соответственно, можно ехать 110. Соответственно, я, как всегда, машину выставляю на круиз-контроль. Ставлю скорость 110. И все, и двигаемся. Вот они, первые камеры. Здесь, получается, мы плавно снижаем скорость до 50, вот уже до 30. Здесь пункт ПС, выборочный контроль транспортных средств. А вот, возможно, не только транспортных. Вон, видите, что-то всех прям вытягивает. Так. А что это такое? Всех туда. Ух ты. Так, а нас что-то всех туда загоняют. Смотрите-ка. А что это такое вообще? Хрен его знает. В общем, стоит. Кто-то, кто-то стоял. У нас всех сюда. Площадка обязательной высадки пассажиров. Блин, как будто бы, это прям граница. Граница какая-то. Маршрут перестроим. А почему у нас так? Верните налево. Можно было по-другому ехать? Куда? Можно было по-другому ехать? Как-то не знаю. Так. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Магазин. Это какой-то досмотр. Так, ребята, это, в общем, транспортная безопасность. Вот у кого-то прям даже посматривают капоты. У нас вроде все нормально. Спросили. Блин, можно здесь проезжать, нет? Не знаю, но я... В общем, спросили, передавали ли какие-то нам сумки, какие-то чужие вещи, все ли мое. Я сказал, все мое, все нормально. Вот. Все, как говорится, отпустили. Первый раз так попадаем в Крыму, вообще почему? Ну, как тут же, что-то ничего себе. Что-то вообще, на каких основаниях, кто это и вообще, что это? Ну, транспортный контроль какой-то. Да? Вопрос, куда нам теперь? А как нам выезжать? Так, интересно. Короче, сюда прям сейчас загоняют вообще всех-всех-всех. Ну, вон там, наверное, выезжают. Вот там, наверное, выезжают. Вот-вот-вот. А, вот выезжают. Так. Да, бредная граница написана, какая-то дальше. Так, все. И я так понял, что... Все, мы выехали. Ну, нет. Не знаю. Не знаю, почему. Что это было? Не знаю. Ну, ладно. Правда, почему? А мы так в Адуму не проезжали? Нет. Ну, видишь, партию туда загнали. Вот партия за нами едет. И, получается, их не загнали. Вот сейчас машины обгоняют. Почему-то кого-то сюда направляют? Короче, прям... Да, выборочно. Хлопс какую-то часть нас загнали. И вот остальные вот едут прямо. Их не загоняли. Интересно. Так, кто знает вообще, что это такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что мы что, тогда не сталкивались? Заезжали, все нормально. Нас никуда там не закидывали. А вот в этот раз как-то так получилось. Ну, не знаю. Ладно, хоть не одним и так. А зачем капоты открывают? Непонятно. Тоже напишите в комментариях, кто в курсе, для чего капот открыли. Некоторые. Так, ну все, начинается Крымский мост. Вот он, Крымский мост. Вот мы на него попали. Едем по нему. Справа можете видеть, это железнодорожные пути идут, то есть железнодорожный мост. И вот здесь еще есть пункт весового контроля. Ну, это для грузовых машин, может быть, кто-то смотрит из ребят, кто на газелях, там ездит на фурах. Вот здесь, соответственно, могут сюда загнать. Вот можете видеть, такие кайфовые арки сделаны на железнодорожном мосту и на нашем, на автомобильном. И как раз вот эти арки вот так вот светятся в темноте. И весь мост посвечивается, и с Керчи, вот где мы останавливались, в гостевом домике, видно этот мост. По ночам как он светится. Ребята, вот кто в курсе, для чего камеры через стол? Вот видите, смотрите, камера, пустой стол. Камера, пустой стол. Камера, пустой стол. И так вдоль всего моста. Кто знает, для чего это? А где-то вот еще дополнительные камеры стоят какие-то. Короче, на каких-то столбах по две. Что за такой контроль? В общем, кто в курсе, ну вы знаете, что писать и где писать. Вот, ребята, Настя сгоняла, купила вот такую тарелочку. Вот наподобие такой у нас было с Абхазии, поэтому, пожалуйста, если кто-то поедет в Абхазию из Москвы, привезите нам такую тарелочку. Очень-очень будем благодарны. Вот здесь все. Весь наш маршрут отмечен. Так, друзья, вот мы выезжаем с Крымского моста. Вот у нас есть указатели Ктамань, Новороссийск. Вот здесь также есть пост ДПС. Также вот есть досмотр. Видите, как вот автобусы все так плотно досматривают. Куда уж залетают. Видимо, проверяют перечень пассажиров. А я вижу, а балаклавы нету что ли? Да ладно. Как так? Все, вот теперь мы точно на материке. Вот я вам покажу. И до заправки в Тамане нам осталось 11 минут 13 километров. Так, вот, друзья, наш съезд на Тамань. Так, вот мы подъезжаем, ребята. Вот смотрите, здесь есть и Олокоил, и Роснефть. О, боже мой, Роснефть, конечно, какая-то странная. Ну и сразу по бензину. 49.30, а здесь, что-то я не вижу. Поверните налево, во двор. Давайте на ней заправимся. Роснефть, Роснефть, я надеюсь, это реально Роснефть. 48.25, представляете, это разница в 4 рубля. Сейчас безопаснее заправляться, не выходя из машины. Тут можно оплатить топливо прямо в навигаторе. Вот так вот, ребята, вот такая разница в цене. 48.25, а там 52. 4 рубля разница. Ладно, буду заправлять. Так, ну что, ребята, мы заправились. 3 тысячи 62 литра. Куда они еще вошли-то? Он что-то под горлышко залил. Все, теперь едем. Погнали, вы с нами. Считаем, сколько платники, считаем, сколько бензо уйдет. В конце видео будет итог, поэтому досмотрите обязательно до конца. А то я снимал, когда туда ехал, люди смотрят и в итоге потом спрашивают, а сколько в итоге вышло? Ребята, в конце выпуска будет вставочка со всеми итогами. И вот здесь вот, внизу экрана, сейчас тоже будет счетчик наматываться. И бензин, и платники, другие расходы. Все, поехали. Все, мы вернулись на маршрут, как говорится, в навигаторе, да? Вот, едем. Опять на 110 выставляем машину. И погнали! Ехать нам с этой точки, он пишет, 1500 километров. 18 часов, 26 минут. Ну, как правило, можно 3 часа смело накинуть, наверное. Пожалуй. Ну, посмотрим, как будет. А может быть, наоборот, отнять. Как дорога, короче, будет, ребята. Вот здесь есть съезд на поселок Синой. А мы держим прямо дорогу в сторону по Каннам-Российске. И там уже будем делать отворот в сторону Краснодара. Туда мы ехали через... Как они там называются? Короче, города. Короче, не туда я свернул. И поехали мы не туда, там, через какие-то переезды. Мне в итоге потом в комментариях ребята писали, что... Вон, типа, зачем ты так поехал. Ну, в общем, мы тогда ехали через Тимашевск, зачем-то. Не помню, зачем. Вот. А сейчас мы поедем через Краснодар. Точнее, сначала через Темрюк. Вот мы сделаем отворот на Темрюк. Потом Славянск на Кубани, Краснодар. И дальше вот мы выскакиваем уже на Платник. И пошли прямо-прямо-прямо, никуда не сворачиваем. Так, вот здесь вы можете заметить, что идут реконструкции. Это мы сейчас вот тут находимся. Видите, вот тут едем. Делают дорогу и, соответственно, собирается колонна в сторону... В сторону Крыма. Поэтому рассчитывайте свое времечко. Каково лучше. Видите, колонна достаточно такая плотная и длинная. Так, вот мы, значит, сворачиваем на Темрюк. На Темрюк. Так, и все. И дальше нам сколько-то. Ну и все, держим пункт. Получается, на Славянск на Кубани. Через 600 метров круговое движение. Первый съезд. Так, вот, друзья, нам надо на Краснодар. То есть на этом круговом движении мы сворачиваем направо. То есть это первый съезд. Что у нас тут? Темрюк-Краснодар. Если ехать налево, порт Кавказ опять получается, Крым. Прямо Темрюк. Так, все, сворачиваем мы направо. И едем 6 километров прямо, никуда не поворачивая. Все, до... Внимание, контроль, наверное, навстречу... Нифига себе, табличка. Внимание, контроль, выезд навстречу и квадрокоптер. То есть с квадрокоптера. Так, въехали мы в Темрюк. Так, заправка Лукойл здесь есть. По цене 95-й, 48-й, 30-й, что-то с чем-то. Не увидел. Подъезжаем мы снова к развязке. Точнее, круговое движение. И уходим в сторону Краснодара. Так, и до Краснодара нам остается 126 километров. Прямо 6 километров. Так, и до Краснодара нам остается 126 километров. Ребята, кто впервые попал на наш канал и смотрит данный выпуск, хочу рассказать, что мы в этом году уехали из дома 7 июля и решили отправиться в путешествие по Крыму. Все закрыто. В принципе, куда еще ехать? Но мы решили не просто поехать в Крым, поездить. Во-первых, это автопутешествие. А во-вторых, мы решили пропутешествовать Крым с палаткой. Посмотреть на все места, которые рекомендуют, которые не рекомендуют. Поостанавливаться везде по 2-3 дня. И у нас это получилось. Если вкратце, то мы исколесили его вдоль и поперек. У нас были казусы с военными. Меня там арестовывали. У нас украли часы Apple Watch. Все это можно будет посмотреть. В этом плейлисте называется он «Бомжуем в Крыму». А почему бомжуем? Потому что у нас не было никакого места жительства. У нас была только машина и палатка. Поэтому мы останавливались там, где придется. Заходите, смотрите. Там есть веселые выпуски, где мы просто ночью останавливались, грубо говоря, на дороге. Прямо на скале. Это было в Балаклаве. Потом в каком-то поселке мы останавливались ночью. За бугром кладбища. Слышан шум моря. Коса. Нету никого. И льет сильный дождь. И такое было. Поэтому залетайте, смотрите. И приятного просмотра. Ну и, конечно же, комментариями, лайками, подпиской на канал. Поддержите. Мы продолжаем путь. Двигаемся в сторону Краснодара. Нам ехать 126 километров. Коморбуз. Это что, перевернулся или нет? Не, не, у него кузов слетел. Вот так вот. Неужели взять арбуз? Вот так вот. А, вот оно что-ли стоит. Слетел кузов у газели. Видите? Следующая станция. Не доехали. Так вот не надо грузить, потому что полную газель. У Паши так было. А вот в Москве на полицейском газель подпрыгнула. Так, друзья. Мы снова подъезжаем на какое-то то ли круговое, то ли развязка. Вот. Держим Краснодар. А вот до этого знака, наверное, километров за пять, есть знаменитое кафе Помпончики. Я думаю, кто двигался по М4 знают. В принципе, я думаю, что это, точнее, мое мнение такое, что это первое место после съезда с Крыма, где можно качественно покушать и отдохнуть. Поэтому, кто обратно едет, например, с запада Крыма, то точно не помешает сюда заехать и перекусить. Так вот, друзья, мы сейчас, видите, вот так вот объезжаем славянцы на Кубани. То есть, у нас, видите, сейчас нам надо уйти направо, вот, а потом получается, а потом получается сразу где-то там налево. Какие-то трубы, какой-то завод. Так. Вот, через два километра у нас будет поворот налево. Мы на нем поворачиваем. То есть, вот мы сейчас объезжаем в округе, по кругу Славянск-на-Кубани. Так, вот здесь мы встали в небольшую пробку. Ну, в принципе, вот нас навигаторы показывают. Вот здесь, видимо, до как раз нашего поворота. Ну, мы даже не отпустим, да? Поворот налево. Силы вообще-то опущены. Не слышно. Ну, друзья, из-за этого, в принципе, вза пробку, потому что мы поворачиваем налево. Тут есть дорога прямо на Крымск. Но вот в основном едут все налево. Тут нерегулируемый перекресток. Нет ни регулировщика, ни светофора. Поэтому, вероятно, я надеюсь, как говорится, на совесть водителей, кто кого пропустит. Ну, едь! Едь! Как говорится, водительская солидарность должна быть. Нужно пропускать, нужно помогать. На дорогах нужно быть добрее, безусловно идем дальше. Так, это мы все, друзья, получается сейчас по главной дороге. И выезжаем на трассу, которая прямиком ведет уже в Краснодар. Газпром 49.30. Представляете, 49.30. Я так рад этому дешевому бензину. Ну, короче, мы, в общем, сейчас вот уже все, поехали по дороге, которая ведет прямиком на Краснодар. Вот она, видите? Вот так вот. То есть без каких-то отворотов, поворотов. Едем, сейчас обгоним вот этого кружка. Что-то мы за ним прицепились. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова находясь последние дни в крыму мы задумались над тем зачем нам ехать в подольск а может быть отправиться на зимовку в сочи и начали искать жилье но не тут то было друзья сентябрь в сочи бархатный сезон и туристов там очень и очень много соответственно спрос на жилье там очень хороший сдают только по суточным жить по суточным сочи полтора месяца нам не по карману и мы решили снять на месяц жилье в краснодаре его там очень много и она там достаточно доступно но не тут то было здесь смотрите ребята не такая дорога которая меняется вот например у нас сейчас одна полоса у противоположной две полосы то есть меняется полоса разгона сначала у них потом у нас на этой дороге стоят треноги поэтому не гоняйте вот теперь у нас прошла полоса для вгона удобно удобно это мы едем в районе новомыш новомышастовская это мы подъезжаем значит маринской до краснодара нам осталось примерно 40 километров это часочек ехать так ребята до краснодара нам осталось 9 километров это значит что мы почти подъехали краснодару а дальше уже путь на москву заезжаем друзья в краснодар бензин сорок восемь двадцать пять девяносто пятый сорок три восемьдесят девяносто второй вот на роснефть которая была приятно приятно видеть цены на бензин такие так вот еще табличка краснодара ребятки короче мы вчера приехали в краснодар и думали здесь снять квартиру и пожить здесь месяц а потом стартануть в сочи на зимов но мы столько вариантов рассмотрели квартир и у нас ничего не получилось вроде все авито загажено этими квартирами но по факту ничего дельного либо стрёмная квартира либо очень плохой район либо это мошенники вот мы на таких как раз двух нарвались да мы не заплатили деньги но смысл в том что мы приезжали ждали час и в итоге ничего трубки никто не снимает доехали до настиной подруги у нее заночевали отдохнули сейчас час дня мы продолжаем путь едем в подольск ну и соответственно всегда с нас дорога поехали так вот мы со двора выезжаем на ростовское шоссе ростовское шоссе прям переходит непосредственно в 4 и по прямой нам все там дома так сказать никуда не сворачивая так спасибо тебе дальнобойщик есть удобная полоса разгона никому не мешая можно выскочить и поехать так вот все ребята вот мы выскочили на платник вот у нас ведет можно выставляться на круиз на 110 и и переть впереди есть небольшая пробка такая прям малость вот видите 5 1100 пока наши у нас что-то из числа суток вы можете заметить что поток идущий на москву достаточно плотный то есть мы правая сторона чуть потише едет левая побыстрее идем в короче мы в плотном потоке там немножко осталось до той пробки которая показывала сколько там простым не знаю там по моему скорее всего ремонт наверное дороги пока едем в том году на этом отрезке участка камер вообще не было в этом году они уже стоят по-другому кто любит разогнаться внимательнее будьте до ростова нам ехать порядка 200 километров надеюсь часа за полтора мы эти 200 километров преодолеем учитывая что трасса позволяет идти с нормальной скоростью вот видите уже на столбах камеры висят есть камеры которые стреляют в жопу поэтому аккуратненько а нет вот до ростова 223 знак неправильный там было 222 вот мы друзья воткнулись в эту пробку сколько она будет длиться не знаю сейчас засекем время сейчас и у нас но и и и а и и и и Такая тут пробка, здесь, видимо, полосу ложат, поэтому скапливается затор. Вот, ребята, сейчас пробка из-за них. Скорее всего, я так думаю, неделю точно здесь это будет продолжаться. Посмотрим, как что будет дальше. О, Артем, так же можно. Но этот отрезок забирает прилично времени, прилично. Ого! Видите, как хвост, он длится, в принципе, достаточно долго. Тоже закрыли у них одну полосу. Какого же в октябре? Ну что, друзья, мы подъезжаем к первому платному участку. Мы проехали от Краснодара порядка 100 километров. Так, что у нас тут? 200. 200 рублей я сейчас возьму. Так, давайте вместе с вами сейчас снизу открываем еще одну графу платник. И, соответственно, количество платников, да, чтобы вы смотрели видео и сразу буду делать автоматический подсчет. Так, думаю, будет интересней. Мы едем снова без транспортера. Транспортер, транспортер. Значит, здесь нужно вам смотреть, есть колонки, которые для транспортера, а есть колонки, которые для наличного расчета. Вот, соответственно, вот желтенькая, она нам не нужна. Наличный расчет. Слушайте, а транспортер можно в аренду брать? Нет. Только покупать. Спасибо большое. Так, ребята, первый платник 200 рублей. Мне в том выпуске, если хотите, да, посмотрите ссылочку, оставлю в описании подписчик, либо просто тот, кто смотрит, смотрел видео, написал, что транспортер можно взять на первом платнике в аренду и на последнем платнике его сдать. Вот, соответственно, я сейчас уточнил эту информацию. Нет, его нельзя брать в аренду, ребята, это неправда. Только покупать. Я, конечно же, говорил в том выпуске, что я не совсем понимаю платник, потому что здесь нельзя разгоняться до 150, да, если там, ну, я с кем общался, сам ездил в Европе. Ты залетаешь на платник и все, сколько хочешь, столько едешь. То у нас же здесь стоит знак 90 и, ну, почти весь платник. Есть один участок, где можно ехать 150, а в основном это, конечно, вот, вот то, что есть. Прямо 139 километров. Вот, сейчас посмотрим, какое здесь ограничение. Вот, видите, можно ехать только в 90. Ну, поедем чуть-чуть побыстрее. Так, ребята, у нас, значит, на табличках появился новый город, точнее два, это Воронеж-Москва. Такая развязка на Тихорецк, на Кропоткин. Мы едем прямо, никуда не сворачивая, можно сказать, до самого дома. Только перед самым домом мы уйдем с трассы. На М2 будем перескакивать. Так, здесь ограничение 70. Вот так вот она раздваивается, дорога тут. Так, разворот есть, карман для разворота на Краснодар. Подъезжаем ко второму платнику, ребята. Сейчас там 140 рублей, походу, с нас сейчас возьмут. Посмотрим. Куда он там ходит, пока его не вижу. Просто табличка висела. В общем, снова смотрите, в какую вам ухо фуру. Куда он лучше. Так, второй платник. Заехали, 140 рублей. Для чего нужна эта карточка-транспортер? Ну, во-первых, вы экономите время, ну, какие-то секунды, возможно, быстрее, больше экономить, когда есть пробки на пунктах оплаты. Потому что вы сразу подъезжаете, он считывает вашу карту и сразу открывает шлагбаум. То есть вы, грубо говоря, там не сбавляя скорости пролетаете. Но если вы хотите прям дешево проехаться по платнику, то нужно это делать вот при помощи транспордера и ночью. Тогда действительно там вообще копейки все это дело будет стоить. Я ночью не особо люблю ездить. Поэтому мы ездим днем. Ну и плюс дети. Один-то, может быть, я мотанулся бы ночью, но нет. У нас детки, поэтому лучше днем. Нам так удобнее. А вы смотрите на свое усмотрение. Вот на втором платнике, как заезжаете, слева-справа есть много отелей. Как-то спросили мне, где можно переночевать. Вот слева-справа есть отели. Дальше есть заправка «Holucoyle». На ней тоже есть отель. Он виднеется возле церковушки. Поэтому, в принципе, с местами для ночлега здесь не должно возникнуть вопросов. Плюс вот этой заправки «Holucoyle», то, что здесь на ней есть помпончики, знаменитая кафешка. Можно хорошо пообедать. Плюс здесь есть рыночек, фрукты, овощи и также шиномонтаж, если вдруг кому-то нужно, не дай бог, как говорится. Вот, мы подбираемся к развязке. Ростов-на-Донун, Октябрьская, Крыловская. Проехали мы порядка 150 километров в Краснодаре. Я себе заложил какую-то свою норму во сколько мне надо приехать, пока, в принципе, я придерживаюсь. Мы недавно сделали небольшую остановку в туалет сходить. Мне. Все спят. И грушу достал перекусить. И все, пока можно ехать. Детки еще часочек, наверное, потопят. Я пока поеду. На этом участке, где мы сейчас едем, можете заметить, что много камер. Загнаться в какой-то штате 10 не получится. Бьют и в жопу, и вперед, и на той стороне они стоят. В общем, по-разному. И на вот этих перемычках дорожных стоят. Температура плавно падает. Вот уже 27. Мы уезжали с Краснодара, было там 34. Уже 27. Едем в плюс 8. Тут дорога уходит на Ейск. Можно свернуть на Ейск и поехать на Азовское море. Покупаться. И продолжить. Так, никак у нас не сотрется с наших табличков Ростов-на-Дону. Что-то прям до него вечно съехать. Как будто бы на месте стоим. Так, хотел заправиться на этой заправке. Но нет. Надо было на дублер не свернуть. А я не знаю. Поедем до другой тогда. Покупаться. Вот тут справа называется Транспарк. Сеть придорожных комплексов. Здесь и ночлеги, и магазины, и торговые ряды. Впрочем, все что угодно. Вот до Ростова, нам 74 километра. Так, здесь, видимо, начинается Ростовская область. Пост. Пост. Видимо тут. Какой тут пост, как в Сочи, в большой Сочи. Ты заезжаешь. Турникеты такие типа. Все нормально, нас не остановили. Так, заехали мы на заправку. Сейчас заправим 95-го. Так, ребята, заправились на 2500. Правда, два чека. У них так странно сначала. Ну, вот предоплату делаешь максимальную. И 400 рублей мне сейчас должны вернуться на карту. Ну, не знаю. Посмотрим. В общем, плюс 2500. Так, а вот как раз мы после этой заправки заезжаем в Ростовскую область. То есть я не ошибся. Пост этот был как раз контроллером. Здесь начинается уже участок дороги получше. Здесь официально 110 плюс превышение. 130 можно разгоняться. Это, конечно, хорошо. Так, ребята, у нас новый город на табличке. Воронеж 605, Ростов 26. Мы подъезжаем к Платнику. 60 рублей. Если ночью ехать, то 35. Ну, соответственно, сами можете. Это там почти в два раза, короче, идет скидка. Довольно-таки неплохо. Так, а как всегда выбираем, куда нам отправиться в какую ячейку. А вот, смотрите-ка, свободно. Оп-оп-оп. Вот так вот перестраиваем. Так. Еще один платье. Какой-то третий, по-моему, да? Третий, да. 60 рублей, друзья. Продолжаем ехать. В копилку, растрат, затрат добавляем 60 рублей. Сразу после пункта оплаты начинается реконструкция дороги. Вот вы можете увидеть, да? Оранжевая разметка. Расширяю эту дорогу. Так, мы заехали в Батайск. Здесь сразу можно увидеть много всяких магазинчиков для грузовичков. Ну, и, соответственно, для легковых. По умолчанию тоже здесь все есть. Там масло может кому-то что-то купить, там еще что-то там. Расходничек какой-то. Реконструкция продолжается. Здесь делают какие-то развязки, видимо, на сам Батайск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Вот съезд налево Батайск-Ростов, а прямо Москва. Соответственно, нам надо прямо-прямо-прямо Здесь, соответственно, вот это вот круговое движение, на нём как всегда стоят Мама, ключи ворота Мама, мам, что это такое? Пап, пиздиняй! Блядь, меня вообще зажали Так нам, блядь, внедряешь так ты Я не внедряюсь никуда, это вот этот внедряется Непонятно Да, здесь, короче, прям развернули Кто местный, вдруг кто-то смотрит, кто из Ростова, из Батайска Подскажите, что здесь строят, что здесь будет Ох, ни фига себе! Как русская, а? Лепкая! Субтитры сделал DimaTorzok Так, смотрите, съезд на шахты Вот стоит стела Указатель, что мы заезжаем в шахты Город олимпийских чемпионов Вот так вот А ещё у меня отличная новость, нам до дома осталось меньше тысячи километров И, соответственно, на вот этих синих табличках, смотрите, тоже меньше тысячи девятьсот девяносто девять Теперь считаем соточки Если вы видите, да, люди, которые двигаются в сторону Краснодара Пробка такая, жёсткая, и она, кстати, затяжная, я сейчас с возвышенности видел Люди стоят Это реконструкция на девятьсот восьмидесятом километре Вот по синим табличкам я ориентируюсь Мы наезжаем в Даминск-Шахтинский Шахтинский, правильно Даминск-Шахтинский В этом городишке мы, когда ехали туда, мы останавливались Мы здесь кушали и меняли аккумулятор, потому что тогда в дороге у нас елка Восемьсот шестьдесят девять километров осталось до центра Москвы Вот съезд на Ростов, прямо Воронеж Сейчас, значит, по времени ровно восемнадцать ноль Долго намещён, значит, приедем где-то два в три ночи, но ещё нужно покушать, остановиться Поэтому, скорее всего, ещё плюс час будет Да посмотрим, уже темнеет, видите? Ну что, мы заезжаем в Воронежскую область А это значит, что мы уже гораздо ближе к дому До Москвы семьсот семьдесят семь Ну, соответственно, нам немножко поменьше Вот я где вам показывал кафе-помпончики Их вот в Ростовской области и в Краснодарском крае Получается, ну, предостаточно Они прямо через каждый умеренный километраж А здесь вот мы сейчас едем, хотим покушать, их нету И ближайший будет только через двести пятьдесят километров Представляете, мы только в Воронежскую область въехали И через двести пятьдесят он будет Так, я, короче, решил заехать вот на вот эту Роснефть Заправиться У меня чуть меньше полубака Потому что следующая Роснефть, она далековато Она аж там за бомбончиками за этими будет Я боюсь, что я могу не дотянуть Поэтому лучше, как говорится, перестаховаться Так, залили мы на две двести еще Полный бак И все, едем теперь в помпончик Кушать, кушать И потом детки лягут спать Ну и Настенька, конечно, тоже Ну и друзья, описит знак Здесь можно разгоняться до 110 официально 20 до 130 Хороший участок Хороший Так, что у нас дальше? 110 рублей сейчас вроде как бы оплатим Так, подъезжаем вот к платнику Надо будет сейчас заплатить Надо будет сейчас заплатить По-моему 200 рублей надо будет заплатить Оп Так, вот еще оплатили один Плюс 200 Какой, короче, я какой это по счету Платник-то? Я что-то сбился В общем, ладно Едем Пока можно ехать 90 Ребята, мы уезжали с Краснодара На улице было 34 градуса Сейчас Сколько Вот нам до Воронежа 121 километр остался За бортом сейчас у нас 16 Я когда выходил на заправку Настолько холодно Ветер какой-то ледяной Мы позвонили родителям Они говорят, что там дожди идут Короче Нам везет Вот такой Темный отрезок Сейчас Будет меняться Темнота Светлота Темнота Светлота Вот Пока едем в темноте В принципе Глаза еще, как говорится, выдерживают Вся эта история Главное Подкрепиться и покушать И выпить кофе И все Я смело доеду До дома Как говорится Спокойно и с удовольствием Друзья Не прошло 5 минут Как мы снова Подъезжаем К платнику Этот будет 100 рублей стоить Вот Короче Сейчас вот начинается Череда Платников Просто Въехал 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 100 рублей Выполняем Копилку Затрат на дорогу Мы заехали В светлую зону Справа Справа Слева Заправки В принципе У меня Глаз на них не набит И Мне это не нужно Но Есть Иногда Бросаю взгляд И в принципе Их всегда вижу Поэтому Есть Машин на козу М4 Нормально Здесь Всегда Можно Заправиться На кронях На бензине Проедется Немножко Ну Что Друзья Мы вот добрались Поверните направо А затем Через Помпончиков Ура Поверните налево Во двор Вот Сюда Вот Мы Заезжаем Короче Эти помпончики Они прямо вот Возле Воронежа Не доезжая Наверное Километров 15 Вот Приехали Поэтому Сейчас мы вот так вот Паркуемся Друзья Нам приятного аппетита Вы чуть подождите нас И заодно Подсчитаемся Сколько у нас Дополнительная Вышла трата На еду Так Ребятки Мы поели 1057 Все Мы продолжаем Путь Заезжайте Заезжайте Кушайте Помпончиков Пельмени вкусные Здесь вкусные Домашние такие Да 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 вот Пельмешки прям Бульоном очень прям вкусно 150 рублей да А чтоб вам было Видно где находится Вот я сейчас Прикрепляю схему Расположения Их Как они называются Их кафешек Вот вы можете посмотреть Так Ну все Друзья Мы Снова Выдвигаемся В путь До Воронежа Чуть До Воронежа Еще Немножко Осталось Нам 500 500 С чем-то километров Все Мы Погнали Так Мы снова Подъезжаем К платнику Вроде 100 рублей Вот Сейчас Будет Не успели мы Выехать С компончиков Так Опс Так Интересно Тут кстати тоже Интересно Табличка висела 100 100 рублей А с нас взяли 160 Можете сами видеть Странно Почему так Друзья И вот этот участок Он начинается Настолько кайфовый Потому что здесь Можно ехать 150 Ну разве это не прекрасно Вот Вся бы Платка такая Была бы Было бы круто Вот видите 130 Плюс 20 Это вот 150 Кайф Помчали Одеяло И подушки Ждут Ребят Паю Паю Пай Со За слоненком Подружиться И поймать Пирожер Птицы Глазки Закрывай Паю Пай 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 Закры Пай 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 В общем ребята Как и в том выпуске Я говорил что вот этот отрезок где можно ехать 150 официально он длится недолго вот буквально там считанные минуты и все и дальше 110 дальше 90 и вот мы снова упираемся по платню так ребятки еще плюс 1 60 рублей говорится ускоряемся вот знак 110 значит можно до 130 малышку разогнать если вам видно пока здесь темный участок но вот уже стоят фонари видимо сейчас все подключится и эти участки будут тоже освещаем и таких участков темных но где уже стоят диодные фонари их здесь уже достаточно то есть скоро скорее всего прям все трассы будет светиться будет контролируем будет конечно гораздо приятнее ехать по дороге когда все подсвечивается светло айфола так еще платник друзья так друзья плюс один платник вот 110 рублей все разгоняем все разгоняемся как говорится и поперли пополняется копилочка да друзья ну ладно сейчас мы еще за этим бензинчику зальем так этот участок уже можно держать скорость 110 плюс 20 того 130 давайте разгонимся выставим все на круизик и все и кайфуем так ли вам полный бак смотрите ценник 4720 это лучшее предложение которое у меня было за последние два месяца так короче на этой роснефти та же самая история вот 2500 я попросил в итоге на 2200 мне сделали возврат это получается на две триста восемьдесят да и на две двести восемьдесят раз короче записываем в нашу копилку расходов продолжаем путь так ребята мы снова вылетаем на платник тут какие-то отрезки прям вообще через каждые десять минут платник десять минут платник десять минут платник помните желтые окошечки этого на али карта зеленый этот транспордер так ребята фиксируем цену ноль просто открыли перед нами шлагбаум и сказали проезжайте о 5 минут другая уже откуда она взялась откуда она падает на меня прикольно так ребята добрались мы еще до одного платника вон сколько полос время полдвенадцатого а машин видите как много ну не прям много да достаточно для такого времени тут проходит платник да ребята сто семьдесят рублей все едем дальше так давайте сейчас посмотрим сколько нам осталось примерно 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 ищем с вами табличку вот смотрите с левой стороны табличка 339 до центра москвы ну нам короче 300 километров где-то осталось ну 310 ну это уже не тысяча скамейки 337 кащура 218 отлично так попадаем снова в темноту ребят так ребят мы заехали в Тульскую область мы короче только заехали в платный участок буквально через три километра табличка конец платного участка и сразу мы заезжаем в Тульскую область вот видите белая вывеска в Тульскую область слева справа заправка на Койл по ценникам будет бензин даже не обращал внимания по ценникам не подскажу фурс запрела фурс заправка на Койл блин и только висит знак 110 как тут же хлопцы уже не 110 и опять платная часть до сюда вот 80 рублей ребята добавляем сразу у нас висит значок 110 это приятная информация так снова платник 80 рублей по-моему он сейчас будет стоить ну так ну что ребята мне это немножко ошибся видимо расценки уже другие 50 рублей здесь скорость 90 значит 10 выставляем так что у нас там на табличку Тула 59 Кашира 109 Москва 226 ну вот там получается осталось 190 километров отлично отлично еще чуть-чуть и будем десяточки считать здесь но мне последние вот эти сотни километров даются прям как-то сложно они какие-то долгие напишите в комментариях как они даются вам если вы путешествуете на машине мне вот прям что в ту сторону мы едем что обратно мы едем как это как каторга так так съезд на Тулу на Калугу это значит что мы подъезжаем в Московскую область скоро скоро она будет так вот мы проезжаем пост сейчас по-моему начинается уже Московскую область до Каширы 54 до Москвы 172 по-моему туда пункт взимания платы еще один платник по-моему это все последняя история несколько я помню но это не точно так друзья на паре уже ночь пол второго поэтому проезд 130 рублей это значит мы вместе с вами что-то сэкономили на платничке вот так вот вот так вот да ночью ехать точно выгоднее а если еще и транспортер это вообще красота реально дешманская история кстати кто ездил ночью по транспортеру напишите пожалуйста в комментариях сколько выходит платка если ехать ночью будет очень ценно для тех кто собирается поехать либо собирается купить либо кто съездил и не купил например как мы уже не первый раз гоняем и никак купить не могу его себе вроде не доходит так ну что вот смотрите съезд на А-108 большое бетонное кольцо по-другому называется в сторону Коломны Коломна направо вот Коломна Челябинс то есть M5 если кто в трассах ориентируется вот туда на наружку и на Внутрянку следующий съезд на Белгород вот как раз M2 и Чеха вот нам как раз это нужно но если мы так съедем то у нас получится крюк дольше да и дольше мы будем ехать соответственно мы сейчас доедем до А-107 это малое бетонное кольцо спустимся на него а там дальше через поселок Одинцово друзья поселок не город Одинцово а поселок Одинцово проскакиваем сразу попадаем на M2 и там уже съезд нам на южный от Подольска и все мы попадаем в район еще покажем нам от дедово друзья а а так опять опять по горы опять по горы так ребята мы опять попадаем ну ночь уже едем вот 80 рублей в месяц там ну вместо 160 по-моему там и кстати еще лайфхак у кого есть карта мир например вы едете в Крым там она пользуется большой популярностью нужно где-то ее зарегистрировать зайдите на сайт этой платной дороги почитайте и вам вернется 15% кэшбэка на карту при оплате вот этого платника то есть в принципе 15% неплохой кэшбэк почитайте я вот сейчас надпись увидел у них есть такая подробнее изучить сами вот мы ребята поезжаем сейчас как раз к А107 и будем через съезжать так ну вот мы уезжаем на М2 все мы почти доехали нам осталось буквально несколько километров что я хочу сказать езда ночью она конечно же поудобней меньше машин но не для меня лично потому что время спать мне хочется очень сильно спать может быть надо было выспаться а я как всегда не выспался я не умею я так лучше днем так и вот наш съезд на подольск на южный обход и в общем спасибо что досмотрели этот выпуск до конца сейчас пол третьего и мы доехали выехали мы в час дня с краснодаром доехали мы за тринадцать с половиной часов вот так дорога позволила ехать быстро все теперь точно все пока все все вот все 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 и все все Субтитры подогнал «Симон»